Всем добрый день, с вами Алекс. Ну что, с наступающим Новым Годом. Сегодня 31 декабря, сегодня ночью должны произойти все чудеса, которые должны произойти. И следующий год будет просто, я абсолютно уверен, будет абсолютно волшебным. И мы долго к этому шли. Я уверен, что в следующем году все наши желания, все наши мечты сбудутся. Ну а сейчас у нас, в принципе, время такое, когда такие серьезные вызовы перед нами стоят. Мы видим, что только что недавно сражались с хакерами, они нас два месяца мучили. Также мы сейчас находимся в периоде криптозимы. Со всех сторон летят новости негативные, которые всех пугают и расстраивают. Точно так же мы находимся сейчас в процессе свопинга, когда мы делаем форк, сделали форк нашей монеты и переходим сейчас на другую монету. Также у нас сейчас идут обновления в CoinMarketCap, в биржах. Курс еще не устаканился. Наш PLC Classic сейчас ушел в коррекцию, но зато PLC Ultima 20 тысяч и тому подобное. Всего так много случилось. И все еще в конце этого месяца, где еще и Рождество католическое прошло, и конец года, и конец месяца, и Новый год, и еще и двойной... Двойной Max Load сейчас уходит, еще и скорость падает на 20%. Все вот так вот раз, в кучу навалилось. И, конечно, немножко голова гудит. Но давайте разбираться, что же вообще такое происходит, куда мы идем, какие у нас планы и чего мы хотим добиться в 2023 году. Друзья, все спрашивают, да, как сделать так, чтобы PLC U стоил 100 тысяч долларов. Мы это видели уже два раза. Мы об этом мечтаем все и хотим. Но на улице криптозима. Биткоин, который с 60 тысяч упал сейчас до 16, грозится упать до 12, до 8 или даже до 6 тысяч, не дает рынку вообще никак ожить. Паника и негатив в головах людей, она добавляет к этому всему. Ну и все происшествия, которые сейчас происходят в мире, они вообще нам всем не дают спокойно спать и хоть как-то избавиться от негатива. Поэтому даже нам немножко сложнее справиться с нашими задачами вот в таком вот ключе. Потому что наша монета, она всегда зависит от ментального состояния нашего комьюнити. Если комьюнити радостная, довольная, доверяет, верит, у нее там нет проблем, ничего там не горит, то мы летим. Если у комьюнити вечно все горит, куча проблем, забот, не хватает денег, постоянная такая, знаете, режим ахтунг, конечно, наш курс идет вниз. И здесь нужно понимать, что такое цена и как она растет. Вот смотрите, если у человека в углу стола стоит продажа, sell, которая намного выше, чем, например, желание держать монету, hold, видите, оно выше, то цена прайса идет вниз. Если люди продают, 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 продают и не держат монету, то цена автоматически падает. Потому что в мире криптовалют, да и везде звучит правило, если ты не растешь, ты падаешь. Автоматически любая монета, она падает прежде всего. И только с помощью своей комьюнити начинает расти. И вот поэтому происходит падение. Если же все наоборот, люди готовы держать монету намного больше, чем они хотят ее продать, да, давайте вот так, да, то цена наоборот начинает расти. Цена начинает расти, потому что люди не продают монету. Они ее держат, потому что они верят в нее, они могут продать, не хотят, у них такая стратегия. Ну, это не важно почему, главное, что они ее держат. Тогда цена автоматически начинает расти. Теперь, как же нам сделать так, чтобы цена, которая сейчас, да, вот у нас, у нас сейчас цена была 1000 долларов. Нет, сейчас она, ну, пусть будет, пусть будет пока старая, на всех биржах. Вот 1000 долларов, это у нас PLCU Classic. 1000 долларов. Как сделать так, чтобы эта монета или PLCU выросли до 100 тысяч? Самое главное же, чтобы людям не важно название монеты, цвет монеты. Людям важен один фактор, цена, за которую ее можно продать. Да хоть они пускай тапочками вязанными называются. Главное, чтобы их можно было продать за 100 тысяч. Но просто так никак нам не построить эту цену, если люди хотят продавать, а не держать монету, ее там размножать или как-то поддерживать или докупать. Поэтому приходится создавать дополнительные инструменты. Да, вот мы говорим, нам нужна PLCU 100 тысяч. Как же этого сделать, как же этого добиться, если PLCU Classic сейчас стоит, ну, скажем так, 500 долларов. Да, сейчас там коррекция происходит. 500 долларов. Как подняться с 500 долларов на 100 тысяч? Как? Это самый больной вопрос. И самая проблема в том, что когда мы начинаем делать попытки взлета, наша комьюнити наваливается и мешает нам. Не дает, даже шанса малейшего не дает, чтобы мы могли вырастить цену. Потому что здесь нужно действовать всем сообща. А комьюнити не дает. Потому что обязательно найдутся такие резвые ребята, которым вообще все во барабану по-русски. Которые хотят просто открыть компьютер, нажать, продать все и выйти или еще что-то. Возможно, кто-то, у кого-то кредит, у кто-то хоть хочет что-то купить. У кого-то Новый год, он жене машину на Новый год обещал и тому подобное. Кто-то купил квартиру в рассрочку, взял ипотеку, ему срочно нужно сделать платеж. Поэтому, что ему там до нашей стратегии? И вот так мы в личные интересы упираемся и не можем. И не можем добиться повышения цены. Мы пытаемся уже практически последние 4 месяца справиться с этой волной. Но, к сожалению, личные потребности людей не позволяют нам этого сделать. Поэтому мы пошли на следующий шаг. Мы сделали сейчас такую систему, которая называется у нас Форк. Форк. Форк, это значит, мы перешли с одной блокчейн на другую. У Классика своя блокчейн, зелененькая. И мы перешли на PLCU, который, мы сказали, который будет стоить 20 тысяч долларов. Друзья, 20 тысяч долларов, чтобы вы понимали, это X40. Разделите 20 тысяч на 500. И вы увидите X40. Это 40-кратный рост цены. И это в то время, когда на рынке криптозима. И как мы этого собираемся добиться? Дело в том, что здесь у людей примерно 660 тысяч монет. И мы делаем свопинг один к одному. Что значит один к одному? Мы эти монеты, мы эти монеты один к одному меняем на эти. Классик меняем на ультиму. Но если мы это сделаем в реальном времени, то никаких 20 тысяч мы не увидим никогда. Почему? Потому что опять прибегут умельцы, которые не хотят следовать ни правилам. Они не хотят слушать никакие наставления. Они не хотят слушать никого. У них своя стратегия и свой взгляд на жизнь и на монеты, которыми они владеют. Это, конечно, все хорошо. И это неплохо. Но мы же только в начале. Нашему проекту с ультима всего один год. Вы не можете требовать от годовалого ребенка, чтобы он рос быстрее. Ну подойдите к ребенку годовалому, дадим ему там подзатыльник и скажем, давай расти быстрее. Давай за неделю вырасти на три года. Ребенок не может. Его организм не может. Его вся сущность не расположена к такому росту. А мы на нашей монете, которая выросла 12 месяцев, вся комьюнити сверху села. 3% нашей комьюнити нарабатывают, чтобы она росла, двигалась, развивалась. А 97% просто потребляют эту монету, продавая ее в рынок. Невозможно продавать монету бесконечно в рынок. Представьте, это как хлеб. Вот монета – это наш хлеб. Мы берем хлебушек и кушаем его. И семью кормим, всех кормим. Но он когда-то закончится. И у нас есть теперь выбор. А мы там крестьяне. Значит, у нас там ферма. Мы фермеры. У нас есть поле, которое надо вспахать, взборонить, засеять. Потом нужно дождаться, пока семена взойдут. Потом нужно все созреть. Потом нужно все убрать, обработать. Сделать муку и сделать новый хлеб. И потом этот хлеб мы снова можем кушать и раздавать другим. И вот так все в нашей жизни устроено. Мы почему-то на простых примерах это понимаем, а на криптовалюте нет. Невозможно за один год пройти тот путь, который биткоин еще не совсем прошел за 14 лет. Монета это как хлеб. И она 12 месяцев сейчас всех кормила, 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 кормила. Сейчас нужно просто заново засеять, взборонить, дождаться, собрать урожай. И она снова будет всех кормить. Это важно сделать. И для этого мы сделали этот форк и этот свопинг. Что это значит? Мы берем вот этим людям, у которых 660 тысяч, которые никак не дают нам вырасти цену. Они же не понимают своего счастья. Но поймите, за 20 тысяч, по курсу 20 тысяч приятней и выгоднее продавать монету, чем за 500 долларов. И вы будете богаче, если вы продаете по 20 тысяч, чем если вы продаете по 500. Но это простейшая экономика. Но, к сожалению, большинство, большая наша масса клиентов, она не может это воспринять так, как нужно. А нуждается в помощи с нашей стороны. Эту помощь мы сейчас начинаем оказывать. Мы говорим, мы вот эти вот 600 тысяч монет меняем один к одному, но в определенной скорости. В течение пяти лет. Один год, два, три, четыре, пять. Мы говорим, нам нужно затормозить. Этих людей, которые рушат нам курс, их нужно немножечко затормозить. И мы говорим, в первый год два, потом пять процентов, потом десять, потом десять, потом двадцать, и на пятый все остальное отдаем. Все, что там осталось. И это автоматический процесс. И люди, которые идут в этот своппинг, есть люди, которые не пойдут. Ну, значит, они будут жить с курсом 500 долларов или ниже. Люди, которые пойдут в своппинг, дадут монете отдохнуть. Значит, они будут продавать свои монеты по курсу 20 тысяч. Вы поймите, вот вы взяли 22 монеты, 2 процента. Продали по 20 тысяч. И вы должны понимать, что это 40 процентов ликвидности. 2 умножить на 20 тысяч, это 20-кратный рост. А здесь даже 40-кратный. Значит, 2 умножить на 40, это 80 процентов ликвидности от сегодняшнего рынка. Нету там никакой сильной просадки. Вот то, что вы сейчас видите на рынке 500 долларов. Вы, когда зайдете в своппинг, вы увидите, что это плюс-минус как будто 80 процентов от всей годовой ликвидности. Поэтому здесь нет никакого трюка. Это просто такая специальная математика, которая позволит нам правильно распределить ликвидность и нарастить ее. И вы окажетесь в сумасшедшем плюсе. Вы получили 80 процентов ликвидности рынка и у вас еще в кармане 98 процентов ваших монет. Вы двумя процентами монет получили 80 процентов от ликвидности всего рынка. Это более чем достаточно. Таким образом вы получаете до 80 процентов ликвидности от всего существующего рынка и у вас еще 98 процентов ваших монет в кармане. Это суперский, суперэкономный план, чтобы вы могли в долгосроке получать преимущество от ваших монет. А не просто, да, вы сейчас возьмете, продадите все монеты, получите условно там 100 процентов от вашей ликвидности. Но у вас монет не останется, а в следующий год, а на следующий год, на третий, на четвертый, на пятый, на будущее-то что останется? Вы получили свои деньги, не проблема, но вы свою будущую прибыль полностью обнулили. Здесь вы получаете практически те же деньги, только у вас еще 98 процентов монет в кармане. Вот в чем вся фишка. Теперь мы делаем следующий, да, еще следующий будет переход на PLCU, который мы будем на троне, на Terra X. Это будет следующий форк и еще один своппинг. Этот своппинг у нас произошел, сейчас я помечу, это у нас произошел, значит, декабрь 2022. А этот будет у нас декабрь 2023. Ровно через 12 месяцев мы сделаем этот форк. Теперь, что, в чем разница, смотрите. Следующий форк, зачем мы его делаем? Да именно вот для того, чтобы мы вот здесь написали. Чтобы выйти на 100 тысяч, потому что следующий форк мы планируем сделать с отметкой 100 тысяч долларов. И люди скажут, ого, круто, а как этого сделать, как этого добиться, что для этого нужно? А для этого нужно вам сделать этот форк. Вам нужно сделать этот своппинг, потому что тот своппинг будет выдавать тоже 5 лет по 20%. 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, и вот так вот 5 лет по 20%. Но вы будете брать отсюда сначала, потом отсюда, и будете всегда заходить в эти первые 20%. И таким образом мы сможем удержать массу монет, распределить ее надолго и очень сильно поднять цену. Потому что получается 20% от 2%, 20% от 5%, 20% от 10%, и нам надолго хватит. И цена будет очень высокая. Поверьте мне, по 100 тысяч монету продавать просто великолепно. Исходя из сегодняшней цены, это X200. Это X200. За следующие 3, 4, 5 лет вы не найдете, не найдете монету. И даже биткоин. Никто не сделает X100 или X200 или еще что-то. А здесь возможно. Теперь, почему именно, что происходит с классик, почему мы, почему эта система его поддерживает. Дело в том, что все монеты, которые вот таким образом свопаются, которые превращаются, да, которые переходят сюда, они, они сгорают. Весь классик выжигается. Он просто выжигается. И в результате у нас останется, может, 10, 20, там, максимум 30% от этой суммы. И цена классика автоматически пойдет наверх. Но классик, мы его не собираемся списывать. Потому что у нас есть очень большой план именно для форка. Я сказал, что мы будем переходить на троновскую, да, это у нас будет Terra X. Понятно, у нас будет свое имя. Я просто потому что, чтобы вы могли, имели правильную ассоциацию. Вы, мы будем иметь такую фундаментальную технологию, на которой можно будет разместить децентрализованные биржи, децентрализованные приложения. Да, вот они мы, вот они, децентрализованные, вот DeFi можно сделать. На нем можно будет запустить, будет работать наш PLCU. На нем будет работать наша монета для платинхира. На этом будут у нас децентрализованные биржи, децентрализованные эпы. Да, здесь будут кастодиальные кошельки, это будут cold wallet, cold wallet и тому подобное. Вот она, наша, наша фундаментальная технология. Но для этого нам нужен правильный блокчейн. Блокчейн Litecoin для этого не подходит. Теперь, понимаете, это все токены, это все круто. Но какой же будет материнский коин? Какая монета будет главная? И эта монета будет, назовем ее материнская, M. Так вот, M будет меняться на классик. Один к одному. Когда мы классик выжгем, немножко сейчас его подослабим. Когда мы просто из 600 тысяч сделаем условно 100 тысяч, потом этот коин можно будет один к одному поменять на материнскую монету. Вот на эту. Которая везде участвует, как газ при сжигании. Да, как трон. Везде сжигание идет. И сами понимаете, какая стоимость будет у этой монеты, если их всего 100 тысяч монет на рынке. Поэтому то, что мы сейчас делаем, это такая абсолютная необходимость. Потому что, если мы возьмем рост монеты, вот монета запускается, вот она растет. И вот она потом начинает падать долго. И потом опять растет. Так вот, вот здесь, вот этот рост, вот этот рост, чтобы вы понимали, он длится всего 2-4 месяца. И у биткоина, и у везде он взлетает. В течение 2-4 месяцев люди должны обналичиться, заработать, получить басословные деньги. И потом уходит в так называемую крипто-зима, крипто-винтер. И этот период длится не 2-4 месяца, а он длится 3-4 года. И в этом вся проблема, что монета взлетает на 2-4 месяца, и потом она в просадке 2-4 года, и люди выходят в минус, и люди расстраиваются. Именно поэтому наша задача заполнить это время какой-нибудь системой, которая не дает людям выйти и продать свои монеты в минус. И мы делаем это на добровольной основе. Мы никого не принуждаем. Мы просто говорим, друзья, это и есть наш свопинг. Это и есть наш свопинг. Вы получаете здесь как определенный процент каждый месяц, и вы его продавать можете вот по этой цене. Вот она цена, вот они наши 20к. Вы не продаете его где-то здесь, вы продаете его там. Потому что у вас всего лишь с верхушечки идут маленькие проценты, которые вы вон там продаете. Не вот здесь, вот здесь вот 500, а вон там 20 тысяч. И мы вот здесь вам по 500 не даем продавать, чтобы вы просто не уничтожали ваш капитал, не уничтожали ваши монеты. Мы говорим, друзья, следуйте правилам, а это золотые правила. 3-4 года ты должен следовать золотым правилам. Люди не хотят. Уселись на фермочку и сидят, продают, и чувствуют себя комфортно. Друзья, ну, в жизни все не вечно. Нужно создавать. Вот мы один период создали, люди кайфанули. Теперь у нас криптозима, не только у нас, у всех. Мы ее пытаемся обойти за счет заморозки и снижения предложений на рынке. Вот она наша система, которая позволяет людям сохранить, сохранить все свои монеты, свои активы. И потом, когда криптозима здесь закончится, у них раз, и все криптоактивы свободны. И они пошли по хорошей цене на растущем рынке, начинают продавать и действительно зарабатывать большие деньги. И они будут, они окажутся снова вот здесь. Вот здесь окажутся. И у них освободятся монеты. Вот здесь они все продадут, придет здесь новая комьюнити, и новая комьюнити улетит снова в новую криптозиму. Вот так работает крипторынок. И ничего с этим не сделать, потому что на росте монеты приходят люди, они же нас не спрашивают, приходить или нет. Они просто приходят, потому что видят цену, зажигаются, мотивируются. И так работает все, так работает биткоин. Поэтому нужно понимать, почему это очень важно, чтобы мы сделали свопинг, и я вам просто говорю, ну 500 это, конечно, хорошая цена, но 20 тысяч это фантастическая цена. Поэтому делайте свопинг и переходите в монету, в которой находится вся ликвидность. Так что, друзья, мы с вами идем на 100 тысяч курс. И он просто так сам по себе не появится. Его нужно создавать. И дело в том, что наша комьюнити, она просто говорит, я хочу продавать. Но рынок не состоит только из продаж. В рынке есть еще купить, есть hold, держать, есть trade, торговать. И вы должны понимать, что в биткоине и во всех остальных монетах работает принцип, что ты 2-4 месяца, ты плюс, и все остальное там 3-4 4 года, ты в минусе или в ноле. В минусе или в ноле. И потом ты начинаешь опять идти в плюс. И цикл повторяется. Это связано с халвингом биткоина. Но опять же, у нас нет такого халвинга. Нам нужно внедрять эти системы искусственно в нашу комьюнити, в нашу бизнес-модель и тому подобное. И здесь нужно просто понимать, что в биткоине 10% они в плюсе людей. 10. А 90% они в минусе. Всегда. Так мы берем вот эти вот у нас другие цифры, у нас лучше. Мы говорим, вот это мы объединим и просто за счет ну назовем его там фризинга, свопинга, да, за счет специальной технологии мы не дадим никому тут уйти в минус. Вот у нас есть свопинг, сейчас произошла коррекция монеты, переходите в ликвидную монету, продавайте со стоимостью в x40, в 40 раз дороже, в 40 раз дороже, чем сейчас. Слушайте, но лучшего и мечтать нельзя. У вас цена в 40 раз выше, ликвидность полностью там, у вас еще остается куча монет на следующие года. Поймите, это ваш шанс много-много лет иметь ресурс, который вы можете продать и заработать на этом. Всегда хорошие деньги. Опять же, так работает крипторынок, так работают инструменты на рынке, ничего с этим поделать нельзя. И мы такие же. исключение это наш PLCU X, который привязан, но это единственная монета такая на рынке. И то она работает только потому, что вся нагрузка опять же на наш PLCU, да, вот она на наш PLCU, X полностью всю эту нагрузку переложил на PLCU, и PLCU должна с этим справляться. Конечно, XU хорошо, что он то больше Ultimate, то меньше стоит, держит эту марку, а вся нагрузка на PLCU, поэтому нам нужно PLCU дополнительно усиливать. И с X вообще все прекрасно, потому что в этом году она будет полностью лежать на Litecoin в PLCU, в следующем году будет лежать на троновском PLCU, но у X вообще прекрасное будущее, прекрасное настоящее, поэтому не упускайте возможности, тем более сегодня последний день, так что давайте не упускайте этот шанс. Вернусь на данный слайд, чтобы еще раз вам показать, что мы сейчас в три этапа движемся, мы идем сейчас уже с 500, мы идем с 500 долларов на 20 тысяч, мы потом с 20 идем на 100 тысяч, ну и конечно с троновской фундаментальной технологией мы запустим свою собственную блокчейн, она будет независима полностью ни от кого, ну вот как биткоин, даже если они все умрут, наша блокчейн все равно будет работать, я про это говорю, и будем двигаться дальше, дальше, но в следующем году, почему я говорю, что следующий год будет крутой, когда будет в принципе весь мир в рецессии, когда будет крипто-зима, наша комьюнити будет через свопинг увеличивать только свои активы, наша комьюнити через запуск новых продуктов, мы запустим биржу, мы запустим платформу путешествия, мы запустим свой краудфандинг, мы запустим троновскую фундаментальную технологию, мы работаем еще над несколькими проектами, и вот этот год следующий, он будет полон запусков новых продуктов, новых платформ, и пока все будут стонать и страдать, мы будем себя чувствовать великолепно и прекрасно, именно для этого, прежде чем наступит какой-то плохой сценарий, мы сейчас запускаем именно такую стратегию стабилизации и роста, и вместе по ней идем, поэтому моя большая просьба, не оставайтесь в классике, переходите, делайте свопинг в этот самый, в новую ультиму, еще одна такая вещь, все хотят просто классик закинуть в X и дальше продолжать добывать, друзья, классик уже отдобывался, у него уже была добыча, он свою добычу прошел, нельзя на добытую монету устраивать новую добычу, это накрутка системы, в результате X может начать страдать, нам это зачем, поэтому нам нужен здоровый, стабильный, хороший X, поэтому, друзья, ваша задача классиком, просто дать ему немножко выдохнуть, немножко отдохнуть, дать ему возможность, дать ему возможность набраться ликвидности, снять с себя этот груз ответственности за всю комьюнити, этот груз ответственности сейчас ляжет на нашу монету PLCU, которая ликвидная, которая быстрая, у которой огромный спрос, у которой есть массовое использование, поэтому за этот год, я думаю, что наш классик восстановится, мы ему подсожгем, мы его немножко подсоберем и потом превратим в самую главную материнскую монету, поэтому вам его так и так придется или свопать и ждать и продавать задорого, или просто ждать, пока он вырастет, с рынка он никуда не денется, он сейчас также залистится на всех биржах, у нас на всех биржах будет по две пары, и классик, и ультима, так что у него большое будущее, поэтому ничего не бойтесь, полный вперед, давайте максимально работать.